Итоги уходящей недели подведем прямо сейчас. С вами Евгений Симкин. В центре внимания сегодня. День Героев Отечества. Давид Малыкин из Дубенского района получил золотую звезду из рук Владимира Путина. О героях среди нас, героях специальной военной операции и настоящих подвигах в большом материале выпуска. История Алексея Меркушкина. Его оставили под стражей до конца зимы. Почему это дело – момент истины для республики, ее правоохранительный и судебный систем? Подорожания не будет. После окрика из дома республики в мэрии Саранска передумали удваивать плату за детские кружки. А неужели так можно было? Герой прошлого Мордовия вспоминает строителей сурского рубежа, кто сегодня вгрызается в мерзлую землю, чтобы так сохранить память. Россия в пятницу отмечала День Героев Отечества. На фоне специальной военной операции день приобрел особый смысл. Наш земляк Давид Малыкин получил золотую звезду из рук Владимира Путина. И поддержку от президента, когда немного замялся, Путин сказал герою России – не переживай, тут все свои. Героев Отечества отметили и в Мордовии, их пригласили в зал Республиканского дворца культуры. Обо всем подробно расскажет Павел Степаненко. Не осталось порой имен строчкой из песни «Не об этом дне». Именно память о героях и их подвигах привела на площадь победы всех этих людей. Открыл церемонию возложения цветов глава Мордовии Артем Сдунов. Вместе с руководителем региона дань самоотверженности наших сограждан отдали представители других органов власти – республиканской и городской, духовенства, общественности и патриотических организаций. Идут по присыпанной снегом ковровой дорожке и люди с совсем свежими боевыми наградами. Дальше – гимн. Ну, вы видели, да, какое настроение, единение у нас в обществе, слава Богу. Самое главное, что у нас молодежь на эти мероприятия ходит, мы никого не просим, не загоняем, они с удовольствием принимают участие, с удовольствием помогают семьям. Большое спасибо нашим добровольцам, настоящие герои. Дмитрий Аверкин – мотострелок, до недавнего времени воевал в зоне СВО. Вернулся из-за ранения, которое получил, выполняя боевое задание, за которое награжден медалью «За отвагу». Первой задачей я не буду говорить, какие были. Ну, ранение было, это удар по башне. Поскольку я навык оператора БТР, просто снаряд прилетел по башне. И меня туда засасал в башню. Накануне, во время торжественного собрания по поводу Дня Героев Отечества, Дмитрий о себе не рассказывал. Говорил о боевых товарищах, которые и сейчас на передовой. Мои служивцы, которые до сих пор выполняют боевую задачу, делают все для того, чтобы это не случилось. И безусловно, я могу сказать, что победа будет за Россией в любом случае. Все победы, большие и малые, в бою и в мирной жизни складываются из самоотверженных поступков обычных людей. Именно их чествовали в этот день в Мордовии. В том числе и им посвятил свое выступление глава республики. Героев много. И поступки героические мы совершаем каждый день. Вы знаете, что по решению президента создан фонд, президентский фонд культурных инициатив. Вот один из крупнейших проектов этого года мы реализовали у нас в республике. Он так и называется, время героев. И он посвящен тем людям, которые героически работают на своих предприятиях. Делают это по несколько десятков лет. Спасают людей. И это не только медики, не только врачи. Они спасают людей в обычной жизни, оказывают первую медицинскую помощь. Вытаскивают из пожаров. Каждый день совершают большой подвиг. Воспитывают детей. Дарят свою любовь множеству-множеству детей. А это тот же день Москва-Кремль. На кадрах, многократно растиражированных в СМИ и на интернет-ресурсах, уроженец Мордовии Давид Малыкин из Дубенского села Ордатова. Герой России. Наши предки всегда помогали слабым и беззащитным. Ставиво главу угла понятия чести и справедливости. В это непростое время мы воины России. Готовы с честью приумножать славу русского оружия и не посрамить память наших предков. Несмотря на все трудности, мы выполним поставленную задачу и уничтожим нацистскую заразу, пытающуюся разделить наши народы и сделать ничтожной нашу общую историю. Победа будет за нами. Десантник Ефрейтор Малыкин уничтожил два танка противника. Вынес с поля боя восьмерых раненых товарищей. Спас технику и личный состав своего подразделения. Естественно, для каждого человека чувство самосохранения уходит на второй план для людей, которые живут высшими смыслами и высшими идеалами. Преданности своему народу. Родина – это не просто территория. Это люди, прежде всего, которых вы защищаете. Вот что такое Родина. Мы все понимаем это и все благодарны вам и вашим боевым товарищам за то, что вы делаете для Отечества. С праздником! Поздравляю вас с наградой. Поздравил Давида Малыкина с наградой и Артем Сдунов. Пока по телефону. Больше приличной встречи. Поздравляем вас с присвоением заслуженного звания Героя России. Спасибо за такие эмоции. Спасибо за ту гордость, которую мы испытываем. Мы вас очень ждем. Я еще раз от души вас поздравляю. Спасибо за все. И вот за те чувства, которые мы вчера все испытывали. Чувство гордости. И за наших ребят, за вас конкретно. Очень ждем. Павел Степаненко, Игорь Гангаев. Наши новости. Во Верховном суде Мордовии на неделе снова рассматривали вопрос о продлении срока содержания Алексея Меркушкина под стражей. На кадрах из зала суда видно, как тяжело ему дается несправедливое заключение в следственном изоляторе. Пострадавший физически, но не сломленный морально, Алексей находит силы, чтобы достойно держаться. Он еще верит в торжество справедливости. Иначе и быть не может так воспитан. Обвинение несправедливое. Это уже давно всем понятно. И за решеткой в итоге окажутся те, кто сейчас творит беззаконие в отношении Алексея. А пока вот уже больше полутора лет следствие игнорирует любые доказательства его даже не невиновности, а полной непричастности к историям, в которые влипло семейство Гришиных. Они валят с больной головы на здоровую. Вот она, настоящая подлость. Себя спасают. Их оговор Алексея, по сути, все, чем следствие привязывает Меркушкина к этому делу. На очередном заседании следователь просит оставить Алексея в СИЗО до конца февраля. Аргументы по-прежнему за гранью логики, здравого смысла и правды. Якобы под домашним арестом Алексей будет влиять на свидетелей и препятствовать расследованию. В вину ему ставят даже давно покинутый пост вице-премьера регионального правительства. Мол, связи во властных структурах остались. О том, что персональный состав Кабмина почти полностью обновился, следствие упомянуть забывает. Это дело – индикатор состояния правового поля в республике. И оно точно войдет в историю. И окрасит участников в разные цвета. Ну а пока перекрашиванием занимается сторона обвинения. Делает белое черным, черное белым. Удивительно, вольно, например, обращается с показаниями свидетелей. В дело идет только то, что выгодно следствие, а что невыгодно – отсекается. Это можно рассмотреть на примере Владимира Мазова. Существует три версии. Сначала бывший первый вице-премьер заявил, что Алексей не причастен к сделке по продаже мордов экспоцентра. Это не вписывалось в сценарий. Тогда Мазова показательно задержали после сложной операции и поместили в СИЗО, поставив под вопрос само его выживание. Спасая жизнь, Владимир Мазов подписал нужные следствию показания, в которых Алексей Меркушкин был представлен главным виновником. И этот поступок его понять можно. Когда из живота торчит трубка, ты подпишешь все, что угодно, лишь бы вырваться из заключения. Когда раны зажили, Владимир Мазов решается на настоящий мужественный поступок. Он возвращается к первоначальным показаниям о непричастности Меркушкина. Что тогда заявляет и продолжает заявлять сегодня следствие. Что на Мазова надавил Алексей. А есть ли доказательства этому давлению? Нет. Что и было сказано на заседании Верховного суда. Следователь-то сказала, обратите внимание. Если следовать этой логике, можно прийти к выводу, что люди вообще никогда не говорят правду, а только врут. Получается, такого мнения следствие придерживается не только относительно фигурантов дела, а в отношении всех. Меня, вас, зрителя, ваших родственников, друзей и знакомых. Иными словами, считает ли следствие все население России лжецами? Я правильно понимаю? Об этом можно долго рассуждать, но я сейчас не буду этого делать. Я хочу напомнить известную фразу, которую произнес герой Сергея Бодрова в культовом фильме. «Сила в правде, брат». Товарищи обвинители, не забывайте об этом. Так вот, складывается впечатление, что все так называемое дело Меркушкина состоит из таких эпизодов, когда следствие перекручивает факты, пытается утаить информацию и строит карточный домик из фальшивых материалов. Давно известно, что существуют расшифровки записей телефонных переговоров людей, которые устраивали сделку по экспоцентру. Они доказывают все тоже полную непричастность Алексея Меркушкина. Согласно расшифровкам, Виктор Гришин уговорил тогдашнего главу Мордовии Владимира Волкова дать сделке «Зеленый свет». И уже тот дал соответствующую команду Владимиру Мазову. Переговоры следствие сначала скрывало, потом препятствовало их приобщению к делу. А когда приобщили, следователь в лучших традициях заявляет, что это вообще ничего не значит. Ну что ж, логика покинула зал заседаний. Переговоры по телефону с точки зрения российского законодательства это наиболее объективные и весомые доказательства. А уж тем более по сравнению с голосовными оговорами. Страна защиты инициировала проведение лингвистического исследования по указанным телефонным переговорам, из которого следует, что в указанных телефонных переговорах не предусмотрена роль еще кого-либо, то есть некого третьего лица в качестве предполагаемого организатора. То есть, в принципе, даже предположить нельзя, что Меркушкин имел хоть какое-то отношение к совершению указанных сделок. Это лингвистическое исследование было также представлено суду, оно было приобщено к материалам рассматриваемого ходатайства, было исследовано в судебном заседании, но, как мы увидели судебное решение, оно не возымело какого-либо решающего значения для принятия решения судом о продлении срока содержания под стражей. И такая картина со всеми эпизодами, в которые всеми неправдами пытаются вписать Алексей Меркушкина. Бывший руководитель Мордовского отделения Нацбанка Александр Тренькин попал под огонь. Якобы он получил взятку, продав акции фабрики Ламзурь. Взятка, опять же, якобы, была за то, что закрывал глаза на проблемы Мордов Промстройбанка. Здесь все нелепо. И что была взятка, и что Тренькин на своем уровне мог как-то спасти Гришинский банк, и что Алексей Меркушкин вообще что-либо знал об этой истории. Из такого теста, с позволения сказать, слеплены все обвинительные пирожки. Даже первый блин с задержанием в Шереметьеве вышел комом. Да, это был хороший пиар в моменте. Вот, смотрите, задержали при попытке бежать. Когда пыль улеглась, стало понятно, Алексей Меркушкин никуда не собирался бежать. За несколько месяцев до задержания он письменно уведомил расследователей, что готов и будет сотрудничать. Приходил как свидетель, когда приглашали, давал показания. И даже после перенесенного ковида летал поправить здоровье в дальние зарубежья, откуда благополучно вернулся. И вот тогда его почему-то не задержали, хотя возможности укрыться там, честно, куда больше, чем в братской Беларуси. А перед вылетом в Минск на деловые переговоры с сыроделами решили устроить шоу. И это шоу, по чьей-то злой воле, должно продолжаться. На последнем заседании снова говорили о той поездке. Адвокат спросил следователя, почему не было запроса в БелАвиа. Правда же, такое резонансное дело, а расследователи почему-то не захотели уточнить, были ли у Алексея обратные билеты из Минска. Наши журналисты в перерыве наблюдали любопытную сцену. Оказывается, следователь интересовался этим вопросом, но неформально, условно говоря, по СМС. Беларусы, товарищи серьезные, попросили направить официальный запрос. И вот этого в итоге не случилось. Почему? Очевидно, следствие понимало, какой придет ответ, и он не вписался бы в лживую версию. И чтобы закрыть тему БелАвиа. В авиакомпанию официальные запросы направляли и мы, и адвокаты, и получили ответ очень быстро, в течение нескольких дней. И ответ доказывает, что обратные билеты были. Вот оцените качество и цель работы следствия. Дело Меркушкина разваливается на глазах, и эту конструкцию пока удерживают только некие темные и влиятельные силы, цель которых, конечно же, не поиск правды истинных виновных, а только посадить Меркушкина, потому что у него такая фамилия. Фамилия, которую знают и уважают в Мордовии за ее пределами. Фамилия, которая напоминает, из какой пропасти в середине 90-х начал тянуть республику отец Алексея, Николай Иванович Меркушкин. И вытянул, да еще как, на зависть многим. Фамилия, которая некоторых раздражает. Тех, кому Николай Меркушкин не дал украсть, не дал обмануть, не дал свалить регион в пучину хаоса. Вспомним коротко о том, что сумел сделать Николай Иванович и его команда в очень короткие по меркам истории сроки. За несколько лет под его руководством Мордовия прошла путь от беззакония и безвластия к порядку и созиданию, из бездны на вершину, от вымирания к наиболее всеохватывающей в стране глисификации. От непролазной грязи к шикарным дорогам европейского уровня. Ведь мы сейчас все это благоустройство, все эти тротуары, современные объекты в Саранске и районах воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. А далеко не все регионы сегодня достигли этого уровня. Как он вытащил из безысходности и какого-то уж, простите, стыда за свою малую родину к гордости и чемпионату мира, по итогам которого Саранск FIFA признал лучшим городом-организатором. И к международному фестивалю Шумрат Фина Угре, на который в Саранск приезжали три лидера. Владимир Путин, Тария Халнин из Финляндии, Ференс Дюрчин из Венгрии. Кстати, в тот визит и в другие свои приезды в Мордовию президент не раз давал высокую оценку, сделанному у нас. Он говорил, какое тут развитие и как эффективно используют деньги. Не секрет, это все вызывало зависть. И в Мордовии, и за ее пределами. Подытожим. Является ли нынешнее так называемое дело Меркушкина местью, кем-то заказанной и оплаченной? Является ли нынешнее так называемое дело Меркушкина способом перечеркнуть все достижения и вернуть смутные времена? Ответ на этот вопрос даст дальнейшее развитие событий. История Алексея Меркушкина – это не только его личная трагедия и семейная беда. Это момент истины для республики, ее правоохранительной и судебной систем. И этот момент скоро настанет. Вести о том, что детские кружки в Саранске подорожают, вызвали волну возмущения в родительском сообществе. Проблема была в том, что плата за дополнительные занятия должна была вырасти одномоментно и в разы. Такое решение приняли городские власти, но продержалось оно недолго. По настоятельной рекомендации властей республиканских, муниципалитет быстро пошел на попятную. Постановлением за подписью Игоря Осабина подорожание отменили. Но здесь, как в том анекдоте, ложечки нашлись, но осадочек остался. Светлана Лашина о том, как достучаться до высоких кабинетов. Небольшая группа взволнованных родителей – это только те, кто осмелился говорить вслух о повышении тарифов на дополнительные услуги в школах и детских садах. В социальных сетях возмущения не стихали, начиная с 23 ноября. Мы узнали, что у нас кружки, которые ранее были установлены, и мы подписывали договор на расценке, были 30 рублей. Теперь они увеличились более чем на 300% и стали стоить 100 рублей. Такие изменения по каждым позициям, в том числе и оздоровительные платные услуги. То есть получается, что родители теперь, если согласятся оплачивать платные услуги, они будут значительно больше платить за сад. Возмущение вызвали целых два постановления, которые 23 ноября, очень тихо, без публикации на своем официальном сайте в интернете, выпустила администрация Саранска. Первое за номером 1638 касается дополнительных платных услуг в школах и муниципальных организациях дополнительного образования. Второе за номером 1639 – детских садов. Двумя постановлениями мэрия охватила всех родителей. У меня двое детей дошкольного возраста, плюс одна из них, из дочек, посещает малышкину школу. Если по состоянию на сентябрь-октябрь затраты на образование в нашей семье составляли порядка 6000 рублей, это садик с дополнительными образовательными услугами малышкина школа, с декабря мы будем вынуждены оплачивать более 10 тысяч рублей. Объединяет родителей не только эта внезапно возникшая проблема. Практически каждая молодая семья платит ипотеку. Увеличение расходов на дополнительное образование минимум в два раза – серьезный удар по семейному кошельку. В ответ на возмущение от имени официальной группы мэрии в соцсетях, родителям намекнули, что дополнительное образование на то и дополнительное, что от него можно отказаться. Только на деле все оказывается не так просто. Повышение тарифов спровоцировало еще и волну откровений. Очень хочется узнать, на каком основании садик требует справку от аллерголога, чтобы отказаться от платных оздоровительных услуг. В заключенном договоре нет ни слова об этой справке. По словам заведующей, моего желания, как родителя, расторгнуть этот договор недостаточно. Полностью отказаться, если такое желание возникнет, или финансы заставят практически не вариант. Родители рассказывают, что их просят выбрать и оставить несколько кружков, которые они смогут потянуть или ставят дополнительные условия. Если можно было бы, например, отказаться от оздоровительных услуг, мы бы отказались. У меня ребенок также пьет витамины дома, а платить за ромашковый чай и витамины – на эту глупость. Также я не понимаю, почему мы хотим отказаться от всех кружков, почему мы не можем отказаться от танцев. Разве хореографы не платят зарплату? Нам сказали, если вы откажетесь от танцев, то танцев не будет на выпускном. Для меня это тоже непонятно. Другие родители бросать уже начатые занятия не хотят, тем более после начала учебного года. А малышкина школа – вообще отдельный разговор. Посещать ее вроде бы не обязательно, но родители знают, что ходить туда рекомендуют настоятельно. И при формировании первых классов это играет роль. Сейчас в школу ребенок должен прийти уже подготовленный, с определенным уровнем знаний. То есть он должен уже читать, писать, какие-то уровни хореографии, физическая подготовка. Поэтому мы уже сейчас заботимся о том, чтобы ребенок пришел в школу и был наравне со своими сверстниками. Поэтому мы максимальное количество платных занятий дополнительных берем. И для того, чтобы уже ребенок был готов к школе. То, что цены выросли минимум в два раза, в гороадминистрации оправдали тем, что тарифы не поднимали с 2012 года. А теперь, наконец-то, учли инфляцию. Согласно администрации, опять же, я вот про этот злополучный кружок говорю, да, 30 рублей. У них вышло 100. Я пересчитывала, у меня получилось 53 рубля. Мы хотели бы войти в контакт с администрацией, хотели бы выйти на диалог и прийти к какому-то, может быть, компромиссу по увеличению стоимости. Ни в коем случае не отрицаем, что действительно цены повышаются. И мы готовы заплатить больше, но не на 300%. Полноценный диалог с городской администрацией, к слову говоря, у родителей так и не случился. Но многочисленные обращения, куда только можно, сыграли свою роль. Нам в Министерство образования поступило огромное количество звонков, огромное количество обращений. В своем телеграм-канале глава нашей республики Артем Алексеевич Сдунов дал очень конкретный комментарий. Постановление администрации Саранска о повышении тарифов на дополнительные услуги в детсадах должно быть немедленно отменено. Считаю решение Саранской мэрии по повышению тарифов необоснованным и неоправданным. Сейчас нужна максимальная поддержка наших жителей, и всем органам власти в республике необходимо настроиться на консолидированную работу именно в этом направлении. Такие документы важно предварительно обсуждать в правительстве региона и детально объяснять широкой общественности. 6 декабря мэрия подписала и даже опубликовала у себя на сайте новое постановление об отмене двух постановлений, официально расписавшись в необдуманности собственных решений. Так что пока тарифы на доп. услуги в школах и садах остаются прежними. Когда и как их пересчитают, и каким образом сообщат об изменениях родителям, остается только ждать. Светлана Лашина, Павел Толобаев, программа «В центре внимания». Каждый год в начале зимы под большими березняками собираются сотни людей, чтобы лопатами и ломами копать замерзшую землю. Таким образом в Мордовии сохраняют память о подвиге тыла эпохи Великой Отечественной войны в строительстве сурского рубежа обороны. К счастью, тогда он не пригодился, а фашистам не дали прорваться в Поволжье. В этом году на сурском рубеже было особенно много молодежи. Кто-то сразу замерз, а другим не хватило 20 минут. Который организаторы отвели на реконструкцию событий. Со всеми участниками пообщалась Арина Мелешкина. 23 ноября 1941 года 67 тысяч человек из 22 районов республики отправили сюда на совершение трудового подвига. Возведение оборонительной линии, которая преградит путь немцам на Куйбышев. Спустя два месяца сурский рубеж был готов, но многие не справились с морозом, голодом и большим объемом работы. С 2016 года сюда приезжают поисковые отряды Мордовии, чтобы почтить память предков и воссоздать кусочек истории, когда строили сурский рубеж. Впереди еще много дел – углубиться, вырыть траншеи, обустроить их досками. В общем, сделать все максимально правдоподобно, чтобы это место стало музеем под открытым небом. Работа непростая, поэтому у каждого участника реконструкции своя задача. Моя задача стояла в том, чтобы рухлить землю, чтобы другие ребята выбрасывали его за пределы окопа. Наша задача заключалась в том, что охранять рабочих, которые здесь работают. Считается, что патриотизм – это не про молодых. Однако ежегодно количество школьников и студентов на реконструкции увеличивается. Приезжают даже целыми семьями с еще совсем юными патриотами. Георгий Волков увлекается советской историей со школы. Его знания поражают. Самым распространенным образцом стрелкового оружия Красной Армии была винтовка «Мосин». Всего за Великую Отечественную войну ее было выпущено 37 миллионов единиц. Притом, также кто-то считает, что пистолетов пулеметов Шпагина было больше в Красной Армии. Но он вышел тиражом втрое меньше – 6 миллионов единиц. Однако для многих участников 10-ти градусный мороз стал проблемой, из-за чего два месяца героического труда пришлось уместить всего в 20 минут. Дальше официальная часть с награждением и вручением благодарностей. Обед у полевой кухни в программу реконструкции уже не входил. Таких блюд меню строителей рубежа точно не было. Чем кормите сегодня? Чай, хлеб и каша с мясом. Много ли приходят за едой, за добавок? Очень много. Смотрите, сколько народу. Очень много. Все замерзли, всем холодно и хочется кушать. А вот ребята из Рамаданово такой короткой программе были не особо рады. Подобные внеклассные часы в третьей рамаданской школе проходят часто. В этом районе вообще очень активно развиты поисковые движения. Вахты памяти, восстановление старых и строительство новых обелисков, марш памяти под знаменем 1097 полка. Как тимуровцы, рамаданские школьники еще и помогают нуждающимся. Совсем недавно Борису Аляеву добыли в прямом смысле воду. Сначала мы территорию для этого очищали, потом почти буквально рыли колодец 3 на 3 метра. Потом Сильверс, Иван Сечерков, водитель нашего поискового отряда, сам ездил один, укладывал. Потом мы ложили два кольца для колодца и потом это все взорвали. Такое рвение к патриотизму и добрым делам неудивительно. Многим ребятам эти качества достались по наследству. У меня прадед герой Советского Союза. У него есть два ордена. Орден славы второй степени и третьей степени. Рассказом родителей, бабушек. Меня очень интересовал этот вопрос, как это вообще, как там война проходила, как все было. И вот в пятом классе я начал узнавать, потихоньку втягиваться в это. Мой брат с ранних лет находится в поисковом отряде. Также он начал участвовать с Иваном Алексеевичем, то есть благодаря нему он там находится. Он начал ездить по вахтам памяти также, то есть везде участвовал, проводили раскопки. Потом следом в школу пошел его брат и тоже, глядя на него, начал участвовать в поисковой деятельности. Я очень сильно захотела тоже быть похожими на своих братьев. По словам ребят, понятно, что Иван Селиверстов, руководитель отряда, они очень ценят. Вот что значит человек находится на своем месте. Иван Алексеевич своей любовью к родине заражает всех вокруг и находит подход даже к совсем юным школьникам. Младшие классы, я их как-то стараюсь зажать теми делами, которым им близки. Например, они любят кататься на велосипедах. Каждую весну я организую велопробеги до ближайшего нашего села Большого Чуфарова, вот эти 15 километров, где мы поищаем природные достопримечательности, памятники погибшим воинам ближайших сел. Иван Алексеевич горит своим делом больше 20 лет. Он также стоял у истоков создания этой реконструкции и верит, что все это делается не просто для галочки, а для потомков. Чтобы при виде такого экспоната о трудовом подвиге наших прабабушек и прадедушек не забывали. Арина Мелешкина, Александр Зюзяев, Евгений Фролкин. Программа «В центре внимания». Такой получился в ходящей неделе. Впереди еще интереснее. 10 канал и Мордовия 24. Всегда с вами не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова